Открытый и прямой взгляд возможен только в одном случае, когда вы уверены в себе. Эта уверенность появляется не только благодаря силе духа и характера, а еще есть одна важная составляющая — состояние здоровья. В следующем репортаже пойдет речь о том, как с молоду и как в дальнейшем сохранить острый взгляд и, соответственно, хорошее настроение. Человек и гаджеты — примета нашего времени. Смартфоны и компьютеры помогают людям выстраивать коммуникации, открывают доступ к информации, облегчают решение широкого спектра задач. Жизнь человека становится более комфортной, но вместе с тем появляются неудобства. Мы постоянно сидим в гаджетах, волей-неволей взрослые и дети. И наш аппарат зрительный не привык к таким нагрузкам. В связи с этим все больше и больше становится детей с миопической рефракцией. Взрослые обращаются с ранними проблемами возрастными. Когда требуется коррекция очковая. Татьяна Прозорова рассказывает, что специалисты в области офтальмологии в своей повседневной практике используют высокоточное оборудование. Оно надежное, технологически продвинутое и в то же время простое в использовании. Созданы все условия для тех, кто думает о своих глазах. Нужно подойти комплексно к этому вопросу. То есть мало того, что проверить состроту зрения по таблице, хотелось бы, чтобы взрослого населения еще проверяли внутроглазное давление и осмотрели глазное дно. Так как внутриглазное давление – это показатель такого грозного заболевания, как глаукома. Глаукома протекает без симптомов. А всестороннее обследование зрения у детей и взрослых позволяет проводить точную диагностику и быстро получать результаты. Есть случаи, когда необходимо записаться на аппаратное лечение, на офтальмо-тренажерах, пройти лазеростимуляцию и магнитотерапию. Я прихожу сюда проводить зарядку для глаз, потому что после тяжелого учебного дня сильно забиваются глаза, а дома нет времени проводить какие-то зарядки. А здесь под рукой всегда быстро и удобно. У меня трое детей, и все трое, к сожалению или к счастью, так получилось в очках. С рождения – это наследственное. Всем мамочкам посоветую следить за своими детьми. Особое внимание в каждой семье нужно уделять профилактике глазных заболеваний. Правила простые, соблюдать их достаточно легко. Каждый человек должен не забывать о себе заботиться и с профилактической целью делать гимнастику для глаз. Гулять больше на свежем воздухе, особенно для детей, это актуально. Не меньше двух часов в день при дневном свете – это один из параметров профилактики близорукости. Большинство нарушений оптической функции глаз можно предотвратить, выполняя элементарные правила рекомендации офтальмолога, избегая чрезмерных нагрузок и соблюдая зрительный режим. И профилактика любых отклонений из здоровья наиболее эффективна на начальном этапе заболеваний. Не пренебрегайте простыми советами и берегите зрение. Если остались вопросы, тогда добро пожаловать в Фарменторг – сеть аптек и салонов оптики. Справки по телефону 430-777. Сайт farmandtorg.com.